Сначала надо сказать о Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что в прошлом году Соединенные Штаты уже опередили нас по добыче газа, по абсолютным объемам. И, в общем-то, это произошло за счет добычи сланцевого газа, так называемого. Больше половины из того, что было добыто в Соединенных Штатах, это было около 700 с лишним миллиардов кубических метров, больше половины было добыто из месторождения сланцевого газа. Технологическая революция, о которой долго говорили американцы, она свершилась. Она тихой была, но неуклонной, неизбежной такой. Это стратегическая задача Соединенных Штатов Америки. Вы знаете прекрасно, что происходило в течение последних четырех лет в странах Африки и Ближнего Востока. Это серия революций, которые осложнили поставки углеводных ресурсов и вообще энергоресурсов в мире, в разные страны. В том числе это сказалось в какой-то степени в Соединенных Штатах Америки. Если не материально, в том смысле, что они не потеряли ничего, то политически, безусловно, Соединенные Штаты Америки сегодня ставят перед собой стратегическую задачу отказаться от импорта углеводородов и стать странным экспортером, неттоэкспортером. То есть импорт-экспорт будет идти между Канадой и Соединенными Штатами, между Соединенными Штатами и странами Центральной и Южной Америки, но тем не менее нетто Соединенные Штаты становятся независимы от поставок углеводородов. И это благодаря, в основном, значит, благодаря только нетрадиционным ресурсам нефти и газа. Это сланцевая нефть, сланцевый газ и так называемые нефти суперплотных коллекторов. Такие вещи. Теперь, что происходит в России? Значит, Россия настолько богатая страна ресурсами, что у нас задача о разработке месторождений сланцевого газа и сланцевой нефти, как таковой вообще говоря, если она и стоит, то ни в первую, ни в вторую, даже не в третью очереди. У нас очень много традиционных ресурсов нефти и газа. Колоссальное количество. И по этим ресурсам мы являемся самой богатой страной в мире. Может быть, поэтому у нас не возникает опасения по поводу самообеспечения такими ресурсами. Вы знаете, если сравнивать Америку и Россию, то Америка это страна, которая потребляет больше энергоресурсов, чем добывает сама. У нас в России по-другому. Из нефти, которую мы добываем, мы потребляем порядка 30%, а из газа 70%. Остальное это экспортная продукция. То есть у нас достаточно этого. В принципе, мы можем увеличить свою добычу. Для этого нужно просто вложить некоторые усилия, не обязательно деньги на усилия в освоение новых ресурсов. Но мы можем увеличить на 30, на 40 и на 50 даже процентов добычу традиционных углеводородов только за счет вот этих самых более интенсивной разведки и подготовки месторождения или структур к освоению, к последующему освоению. Если говорить о нетрадиционных ресурсах, политической мотивации и так далее, то сегодня, скорее всего, больше и больше растет озабоченность России по поводу того, что складывается в мире. Вы знаете, долгосрочный прогноз, который достаточно упорный, сделан несколькими компаниями, в том числе один из лучших, я считаю, это прогноз, который сделан Институтом энергетических исследований Российской Академии Наук. Он был сделан в этом году и выпущен, по-моему, в марте-апреле этого года. И он существует на интернете, его можно скачать на русском, на английском языке. Там, к сожалению, кратко вывод таков, что при любом развитии сценария добычи энергоресурсов в мире, Россия оказывается в наиболее жестких и наиболее тяжелых условиях. В чем дело? Здесь дело в том, что американский газ, сланцевый газ, становится еще и высокоэффективной технологией. Не только в смысле добычи объемов, но и в смысле себестоимости. Сланцевый газ становится высокоэффективным, как в технологическом, так и в экономическом плане. И становится очень сильным конкурентом всем другим традиционным и нетрадиционным видам энергетических ресурсов. Россия не самая высокоэффективная страна с точки зрения себестоимости добычи углеводородов. Не самая эффективная. Чем дальше мы идем в Сибирь и на Дальний Восток, чем больше заходим на север, в Арктику, тем более дорогими становятся излечения углеводородов. Пока я говорю только о традиционных. Нетрадиционные пока на повестке дня. Очень сильно не стоят. Очень сильно не стоят. Хотя по объему нетрадиционных углеводородов России может гордиться тем, что она имеет. Она опять-таки одна из самых богатых стран. Вот совсем недавно, несколько месяцев назад, это произошло, по-моему, в июле или в августе, геологическая служба Соединенных Штатов Америки признала, и это было сделано официально, это не политическое заявление, а это самый сильный институт по оценкам углеводородного потенциала в мире, признала, что Россия обладает самыми большими запасами так называемой сланцевой нефти в мире. Оценка Американской геологической службы составляет порядка 175 миллиардов тонн нефти. То есть это колоссальный ресурс. Больше, чем в Арктике находится. Вот такое вот интересно. Но это опять-таки длительная перспектива. Спрашивается, политическая мотивация должна быть здесь или нет? Технологической вроде пока нет, потому что у нас есть более дешевый ресурс и много его. Я думаю, что нужно, конечно, заниматься обязательно. Я даже более того, я в этом убежден. Даже если это не сегодняшнего дня задача и задача не завтрашнего дня, все равно заниматься этими технологиями нужно. Мы этим занимаемся в университетах. Конечно, мы преподаем курсы и лекции для студентов. Причем не только студентов российских, но и студентов международных, в том числе на международных магистрских программах, которые идут на двух языках. Мы читаем вопросы, связанные с технологией добычи сланцевого газа. Изучаем вопросы, связанные с гидроразрывом, с многостадийным так называемым гидроразрывом сланцевых месторождений. Изучаем технологии, которые можно применить для добычи сланцевой нефти. Это немножко другая вещь. И нефтяных сланцев это совсем другое. То есть мы идем в ногу со временем. Но дело в том, что, еще раз говорю, что только ворации большие, они заинтересованы в колоссальных, в добыче колоссальных ресурсов традиционных нефти и газа, которых у нас очень много. Больше, чем во всем другом мире. У нас достаточно большой запас. Если говорить о нетрадиционных ресурсах, то это ресурсах, то это метан из угольных пластов. И у нас его довольно много. И мы его добываем. Это Газпром. И этим можно гордиться. В основном это в Западной Сибири, в районе Кузбасса. Затем у нас довольно большие запасы сланцевого газа. Они уступают несколько запасам Соединенных Штатов Америки, но тоже большими являются. Хотя они являются определяющими для России. Россия без сланцевого газа очень хорошо может прожить. Но все равно надо готовиться к этому. Понимаете? Потому что существует технология, и существует довольно дешевая технология, эффективная. Ее надо, ее хотя бы надо понимать. Хотя бы, если даже не обязательно пользуются ей. Затем, как я уже сказал, у нас очень большие запасы вот этой вот нефти, которая принадлежит к плотным коллекторам. И у нас еще есть колоссальный ресурс. Колоссальный ресурс, который до конца не оценен. Который относится к пластам, так называемым баженитам или баженовская свита. Это вот та самая незрелая нефть, которую можно назвать еще горючими сланцами. Это даже не нефть, а протовещество. Его называют керогеном, который еще проходит стадию формирования или созревания. Оно еще не созрело до конца. То есть часть нефти вызревает. Это несколько, до 10%. Остальное находится вот такой вот в массе сырой. Это как сырая глина, с которой можно сделать скульптуру. Вот еще вот это в сырой глине. Но уже очертания скульптур появляются. Добывать кероген из материнских пород трудно и практически невозможно. Потому что там порода перемешана с этим углеводородным или протовуглеводородным веществом. Поэтому необходимо привносить некоторые, так сказать, воздействовать на эти среды таким образом, чтобы можно было получать оттуда нефть. Вот есть такие методы, которыми Россия активно занимается. Занимаются, в частности, такие компании, как Лукоил и Ритек. Ритек — это российская инновационная топливоэнергетическая компания. Вместе занимаются, значит, по месторождениям баженитов на Средненадимском месторождении как раз проводятся опытно-промышленные работы. По закачке кислорода или воздуха в пласты с целью активации энергетических процессов, которые проходят в керогене при его созревании. Повышается температура пласта, в сотни раз увеличивается скорость или кинетика термохимических реакций. И таким образом кероген начинает медленно превращаться в вещество. И за срок разработки месторождения можно из таких пластов добыть, как показывают эксперименты и лабораторные исследования, до 30 и даже до 40 процентов от той массы. Сколько таких баженитов находится у нас? Только в Западной Сибири. На большом участке, конечно, для России это относительно маленький участок, это 1 миллион квадратных километров, тысячу на тысячу, в пол Европы. Там находится почти 2 триллиона тонн нефтяного эквивалента. Мы говорим о триллионах. Если раньше мы говорили о миллиардах, десятках и сотнях, это очень много. Например, шельф Арктики, это 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента, нефти и газа, всего вместе. То здесь мы говорим о 2 триллионах. Конечно, это не все, что можно добыть, но если отсюда добыть 30%, то это получается очень большая цифра. Порядка 600 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Колоссальный запас. Колоссальный ресурс. К нему нужно готовиться, конечно, к добыче его. Так что вот это вот ближайшие планы, пожалуй, такие. Я думаю, что все-таки это отдаленная перспектива пока для России. Но, тем не менее, к ней готовиться нужно. Наши собственные ресурсы настолько велики по нефти и газу. Я думаю, что мы сами себя в долгосрочной перспективе можем обеспечить нашим собственным традиционным ресурсом. Но если говорить о поставках энергоресурсов на мировой рынок, на мировые рынки, в принципе, это Европа в первую очередь и Азиатско-Тихоокеанский регион, то нужно готовиться, конечно, к разработке этих месторождений. То есть нужно развивать технологии, нужно готовить специалистов, нужно развивать оборудование, сотрудничать с зарубежными компаниями, которые ушли вперед уже в этом отношении, догонять их. Потенциал у нас этот есть полностью. Для того, чтобы нарастить, скорее всего, объемы добычи, если потребуется рынок. То есть надо быть готовым к этому. Сказать, когда и сколько Россия будет поставлять на международные рынки, чрезвычайно сложно. Дело в том, что у нас, скажем так, дипломатическая компонента нашей энергоресурсной базы не самая лучшая, к сожалению. Европа, например, с удовольствием не покупала бы российский газ, если бы она могла это сделать, если бы могла бы без него обойтись, к сожалению. Понимаете, вот норвежский газ покупают с удовольствием, а российский газ, который рядом находится, он запах такой же имеет, цвет, то есть не имеет ни того, ни другого, но является менее привлекательным. Почему так? Я думаю, что здесь очень большую компоненту играют как раз политические разногласия, политическое противостояние стран Запада и Востока. Но вот искусство дипломатии как раз в этом и должно заключаться, чтобы наш газ перестал дурно пахнуть и был бы абсолютно таким же привлекательным, как и другие. Но это целая политика, целая дипломатия. Все новые методы практически увеличения нефтеотдачи, они развиваются в России в той или иной степени. Бывший Советский Союз вообще был в лаборатории исследования новых методов. Татарстан и Башкирия и Мордовия – это были республики, которые в бывшем Советском Союзе, в которых все методы, практически все без исключения испытывались. Испытывались причем не только в лабораторных условиях, но и в натуре, на месторождениях. Это был полигон использования методов включения нефтеотдачи. Россия гордилась. У нас очень высокий коэффициент нефтеотдачи был. Мы соревновались с Соединенными Штатами Америки в то время. Сейчас мы пока проигрываем это соревнование, очень сильно проигрываем. Наш средний коэффициент нефтеотдачи упал с 43-44 до 30, к сожалению, в то время как в Америке он намного выше, чем у нас сейчас. Это в основном или во многом за счет того, что произошла перестройка, переоценка ценностей. Бизнес, который еще не окреп, заинтересован только в том, чтобы получать самые выгодные проекты, самую легкую нефть срывать, а потом не заниматься этим. От этого страдает, конечно же, объем извлекаемой нефти. Потому что много нефти добыть – это довольно дорого, но этим надо заниматься, это тоже стратегическая задача России. То есть методы у нас все есть, но многие из них находятся в пробирках или в лабораториях и ждут своего часа. Какого часа? Ну вот, понимаете, это опять задача такая, ведь нефтяная промышленность является кормилицей России, по большому счету, да, там больше 40% бюджета отчисляется, столько налогов, значит, за счет нефтяной промышленности, за счет продажи нефти и газа на международные рынки. Вот, поэтому нужно создавать условия, а не для того, чтобы погубить эту промышленность, потому что тогда очень тяжело будет в России выжить. Для того, чтобы создать условия, но вовсе не делать их исключительными для нефти и газа. Для всей промышленности, наверное. Вот один из таких подходов, который вот муссируется достаточно давно и долго, это перейти на систему налогообложения, основную налоги на прибыли, а не налоги на доход. Когда налог на доход, доход может быть очень большим, и вот, допустим, налог со всей суммы, которую вы получаете, денежного потока, да, вот, допустим, вы там платите 30%, ну, эти 30% составляют 30% от всего. То, что остается после этого выплаты налогов, вы должны платить зарплату и так далее, и тому подобное, отдать там по долгам, и затем реинвестировать деньги в нефтяную промышленность. Вот это очень важно. Как правило, у компании не остается таких денег на реинвестиции. А вот если сделать налог на прибыль, то тогда сначала происходят необходимые вычеты, это заработная плата, это выплата дивидендов, выплата пайщикам и инвесторам, соинвесторам, затем выплата по долгам, значит, и реинвестиция в развитие промышленности, то есть стимулирование развития. Затем все, что остается, это может быть очень высокий налог. В Норвегии, например, он для вещественной промышленности 80%. Колоссальный. Ну да, но ведь это от того, что осталось. Вы уже выплатили все, вы свободны от всего, и, пожалуйста, отдайте 80% от того, что осталось. Прибыли осталось. Компании стонут, никакая не уходит из Норвегии. Почему? Прозрачно и вполне предсказуемо, какую прибыль можно получить и сколько нужно отдать государству. Не меняются правила. У нас вот мы обесточиваем, что ли, арибезвоживаем мехенную промышленность за счет того, что сразу забираем большие объемы. Ну не мы, а налоговые органы. То есть надо было посмотреть на эту вещь. Конечно же, для новых технологий нужны еще так называемые каникулы налоговые, льготы определенные для того, чтобы стимулировать добычу и так далее. Но эти вещи не должны делаться, скажем так, по требованию или по желанию бизнеса крупного. Все равно и должна быть государственная политика, государственная стратегия. Нельзя этому дать, а тому не дать, потому что этот ближе кверху сидит, а этот, так сказать, не такой популярный. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Вот я в детали не буду вдаваться. Вот если эта политика будет выработана, если будут сделаны довольно выстроенные, довольно строгие рамки, в рамках которых бизнес может работать и может работать хорошо, я думаю, что все будет нормально. Ресурс у нас больше, чем достаточно. Мы все время говорим, и чем дальше, чем дольше мы живем, чем больше развивается человечество, тем больше мы становимся озабоченным состоянием окружающей среды. Это совершенно естественно, потому что чем больше нас, тем больше влияние или импакт, то, что на английском очень емкое слово такое, воздействие на окружающую среду мы создаем. Больше промышленности, больше выбросов, значит, вот больше людей, больше едим, больше сорим, грубо говоря. Поэтому мы должны уметь убирать за собой. Или развивать такие технологии, которые будут безотходными стараться. Но вот в нефтяной и газовой промышленности это не безотходное производство, к сожалению. Это высокоэнергетическое, высокоэнергоемкое производство, которое отбывает энергии много крат больше, чем затрачивает, но тем не менее затрачивает очень много. Значит, допустим, вот к примеру сказать, что нефтяная промышленность, и не только в России, а во всем мире является самым большим заказчиком по поставкам труб, трубного проката. Вот эти бурильные трубы, и трубопроводы, и так далее, это все очень много занимает нефтяная промышленность. Это тоже сложное и такое вот небезотходное производство. Вы знаете, там высокие температуры, и выбросы высокие бывают, и так далее, и тому подобные вещи. Вот, поэтому, конечно, мы об этом заботимся. Все, что мы делаем, мы должны, скажем так, ликвидировать последствия. Сегодня такая программа уже является абсолютно традиционной и стандартной. 20 лет назад никто не думал о том, что нужно ликвидировать месторождение. Вот, а сегодня это обязательное условие. Ликвидация месторождения может обойтись во столько же денег, или во столько же объема затрат, как и строительство или освоение месторождения. Поэтому, когда деньги эти экономите? Только сразу на первой стадии, когда большой поток денежный идет, большая добыча нефти идет, и так далее, и так далее. То есть, надо сегодня экономить, люди об этом думают. Это очень хорошо, это смена менталитета, понимание того, где мы живем, в какой среде, и так далее. И разрабатывать технологии в этом контексте тоже нужны такие, которые являются вот то, что на английском называется environmentally friendly. То есть, те, которые нормально сосуществуют с природой, с окружающей средой за счет минимизации вот этого вот вредного или вредоносного воздействия на окружающую среду. Если сравнивать традиционные и нетрадиционные ресурсы, то здесь, конечно же, сегодня традиционный нефть и газ является гораздо более дружественными по отношению к природе, нежели нетрадиционные ресурсы. Нетрадиционные, например, это вот добыча сланцевого газа, она сопряжена с очень большими объемами закачки воды в пласт для гидроразрывов. Это массированный гидроразрыв. В Америке существует даже такое понятие, одна скважина равняется одному озеру. То есть, чтобы сделать гидроразрыв в одной скважине, нужно вообще-то закачать озеро внутрь. Порядка 10 тысяч тонн нефти. Это колоссальное количество. Затем, при работе агрегатов, это же компрессорные агрегаты, которые закачивают с очень большой интенсивностью вот эту воду в пласт, чтобы давление росло очень быстро в пласте, чтобы разорвать пласт. И тогда идет гидроразрыв. Значит, когда работают такие агрегаты, они выбрасывают большое количество окислов азота, углекислого газа, СО и так далее. Целый ряд окислов, которые не очень хорошо воздействуют на гражащийся дух по понятным причинам. Происходит заражение водных ресурсов, вибросейсмическое воздействие. И в тех местах, где производится добыча сланцевого газа, в принципе, населению это не очень комфортно жить. Но Америка благословена Богом в том плане, что там, где много запасов сланцевого газа и нефти, там мало людей. Там, где это входит в противоречие, как, например, в Калифорнии, существует запрет на разработку таких ресурсов. Потому что люди не хотят на заднем дворе иметь тряску постоянную, окислы, там зараженную воду и тому подобные вещи. Европа находится, если сравнить с Америкой, в противоположных условиях в каком-то смысле. Там, где много газа, там много народа и мало воды. И ту воду, которая есть для того, чтобы нужно было закачать в эти пласты, для того, чтобы сделать высокоэффективную добычу этого газа, она нужна и людям, и животным. То есть, здесь происходит конфликт, наступает конфликт интересов. И тем более, что это не самая чистая технология. Что надо делать? Сидеть и ждать. Думаю, что надо разрабатывать дальше. Я думаю, что американцы как раз над этим сейчас работают. Над совершенствованием технологии, над тем, чтобы сделать ее более дружественной по отношению к окружающей среде. Они уже добились того, что добыча сланцевого газа дешевле, чем добыча обычного газа. И вот теперь работают над тем, чтобы она была еще по степени опасности для окружающей среды хотя бы конкурентоспособной.